Привет, друзья! Сегодня мы начнем серию уроков по временам. Мы разберем все 12 времен по очереди, сравним их, а затем сделаем одно видео с обзором всех времен. Надеюсь, что после этих уроков вы окончательно разберетесь с этой темой. Также напоминаю про шпаргалку по всем временам, которую я сделала специально, чтобы у вас всегда под рукой была подсказка. Она бесплатная, скачать ее можно по ссылке в описании. А теперь давайте приступим. Сегодня мы будем разбирать разницу между Present Simple и Present Continuous. Present Simple это простое настоящее время, которое мы используем, когда говорим о вещах, которые происходят не конкретно сейчас, а вообще, в целом. При этом они могут повторяться с какой-то регулярностью. Часто, редко, иногда, никогда, два раза в неделю, три раза в год и так далее. Давайте вспомним, как это время образуется. Чтобы образовать утвердительную форму для местоимений I, you, we, they, мы берем глагол, как он есть. I work, we like, you do, they eat. Для местоимений he, she, it мы добавляем окончание s. Эти глаголы отличившиеся, им нужна особая форма. He works, she likes, it does, he eats. Чтобы образовать отрицание, нам нужны вспомогательные глаголы. Для местоимений I, you, we, they это do. Для местоимений he, she, it does. Но мы же помним, что они отличившиеся. Так вот, мы берем вспомогательный глагол и ставим после него частицу not. Получается do not, сокращенно don't, и does not, сокращенно doesn't. При этом doesn't забирает на себя окончание s, и смысловой глагол мы уже ставим в инфинитив, то есть в начальную форму, когда у глагола нет никаких дополнительных окончаний. I don't work, we don't like, you don't do, they don't eat. He doesn't work, she doesn't like, it doesn't do. Чтобы задать вопрос, нам опять нужны вспомогательные глаголы. Мы их уже знаем. Для местоимений I, you, we, they do, для местоимений he, she, it does. Эти вспомогательные глаголы мы выносим вперед. Получается do I work, do you like, do you eat, does he work? При этом does, опять же, забирает на себя окончание s. Does she like, does it do? Present simple используется в следующих случаях. Во-первых, когда мы говорим о вещах, которые делаем в жизни вообще. Линда живет в Лондоне, ее родители живут в Шотландии. Я пью кофе, но я не пью чай. Ты работаешь по вечерам? Где живут твои родители? Во-вторых, когда рассказываем о вещах, которые происходят регулярно или повторяются с определенной частотой. Я обычно езжу на работу на машине, но иногда я хожу пешком. Она ходит в тренажерный зал два раза в неделю. В-третьих, когда говорим об общеизвестных фактах, природных, научных и так далее. Земля вращается вокруг Солнца. В-третьих, когда говорим о расписании, автобусов, киносеансов и так далее. Поезд отправляется в девять часов. Фильм начинается в шесть тридцать. Present Continuous – это настоящее длительное время. Мы используем его, когда рассказываем, что делаем прямо сейчас, в данную минуту. Из названия времени видно, что мы будем описывать длительное действие, какой-то процесс. Образуется это время по формуле to be plus ing. Чтобы образовать утвердительную форму, мы берем личную форму глагола to be в зависимости от местоимения и к смысловому глаголу добавляем окончание ing. Обратите внимание, что меняется только глагол to be. Смысловой глагол с окончанием ing остается неизменным. Чтобы образовать отрицательную форму, мы ставим not сразу после to be. Am not, is not, сокращенно isn't, are not, сокращенно aren't. I'm not working – я прямо сейчас не работаю. He's not running – он прямо сейчас не бежит. You're not reading – ты прямо сейчас не читаешь. Чтобы образовать вопрос, выносим to be вперед. Am I working – is he running – are you reading – present continuous используется, во-первых, когда мы говорим о вещах, которые делаем прямо сейчас. I'm watching TV right now – я прямо сейчас смотрю телевизор. Tom is having a shower – Том принимает душ прямо сейчас. Во-вторых, когда рассказываем о вещах, которые мы начали и еще не закончили, при этом не обязательно, что мы делаем это прямо в данный момент. Jake is taking a new coding course at the moment. Jake занимается по новому курсу программирования в настоящее время. Marie is learning Italian for her new job. Marie учит итальянский для ее новой работы. В-третьих, когда говорим об изменениях, которые происходят в настоящее время, особенно с глаголами Твой английский становится лучше? Население мира растет очень быстро. Теперь давайте посмотрим на разницу между present simple и present continuous. Во-первых, самое основное отличие в том, что present continuous используется, когда мы говорим о вещах, которые происходят прямо сейчас, а present simple – когда говорим о вещах, которые происходят вообще, в принципе, и которые случаются регулярно. I don't understand you. What language are you speaking right now? Я тебя не понимаю. На каком языке ты сейчас говоришь? I speak three foreign languages. Я говорю на трех иностранных языках. Can you call back later? I'm working at the moment. Можешь позвонить позднее? Я сейчас работаю. Я работаю на большую международную компанию. Посмотри в окно, идет снег. Зимой много идет снег. Кейт хочет получить новую работу, и ей нужен итальянский для этого, поэтому она его учит. Большинство людей учат английский в школе. Становится темно. Нам следует пойти домой. Становится темно около восьми часов вечера. Во-вторых, present continuous используется для временных ситуаций, а present simple для постоянных. I'm living with my friends until I find a place of my own. Я живу со своими друзьями, пока не найду свое собственное место. То есть, я знаю, что живу со своими друзьями временно. Я живу за городом. Мне там очень нравится. Я живу за городом постоянно, и место это менять не планирую. То есть, это не временное действие. Я работаю над новым проектом. У меня контракт на три месяца. То есть, опять же, над проектом я работаю временно. Когда контракт закончится, когда проект закончится, я больше над ним работать не буду. Мой брат работает в банке. Он там работает постоянно. Это стабильная ситуация. Может быть, конечно, когда-то он перестанет работать в банке, но сейчас ситуация стабильная. Это его постоянное место работы. В-третьих, есть разница в значениях фраз означает, что я делаю это постоянно. Я всегда езжу на работу на машине. Я всегда пью кофе утром. Мы всегда проводим выходные за городом. Они всегда работают допоздна. I'm always doing something имеет другое значение. Эта фраза означает, что я делаю что-то слишком часто, и обычно используется в каком-то негативном ключе, чтобы поругать кого-то за что-то. Я вечно что-то теряю. Ты постоянно жалуешься. Ты вечно жалуешься. Она вечно меня критикует. Он вечно играет в компьютерные игры. Они вечно надо мной шутят. Ты вечно смотришь телевизор. В-четвёртых, есть разница между фразами he is selfish и he is being selfish. He is selfish. Он эгоистичный. Он всегда такой. Это черта его характера. He is being selfish. Он сейчас ведёт себя эгоистично. А вообще он не такой. Это нетипично для него. То есть, когда кто-то странно себя ведёт именно сейчас, мы используем present continuous. You are being cranky. Please stop complaining. Ты ведёшь себя капризно. Пожалуйста, перестань жаловаться. Why are you being so arrogant? You are not usually like that. Почему ты ведёшь себя так высокомерно? Ты обычно не такой. You are being childish. We are not going to buy this toy. Ты ведёшь себя по-детски. Мы не собираемся покупать эту игрушку. You are being silly. Go talk to him. Ты ведёшь себя глупо. Иди поговори с ним. В-пятых, есть глаголы, которые не используются в continuous. Это глаголы состояния. Они обычно не выражают никакого действия, а скорее выражают наши чувства, мысли, эмоции. К таким глаголам относятся. Like, love, hate, want, need, prefer. Know, realize, suppose, mean, understand, believe, remember. Belong, fit, contain, consist, seem. И некоторые другие. I want to go to that concert. Я хочу пойти на тот концерт. I love my family. Я люблю свою семью. I hate it when people judge me. Я ненавижу, когда люди меня осуждают. I know that you're busy, but can you help me? Я знаю, что ты занят, но можешь мне помочь. What does this word mean? Что значит это слово? I don't understand you. What are you talking about? Я тебя не понимаю, о чем ты говоришь. Do you remember my Insta password? Ты помнишь мой пароль от Инстаграма? Who does this book belong to? Кому принадлежит эта книга? It seems that your account was hacked. Кажется, что твой аккаунт взломали. Шестое. У некоторых глаголов, когда мы используем их в Present Continuous, меняется значение. Например, глагол think. I think you look cute. Я думаю, ты выглядишь мило. Do you think it's a good idea? Ты считаешь, это хорошая идея? Здесь глагол think означает думать, считать, иметь мнение. Я подумываю сменить работу. Они подумывают о переезде в другой город. Здесь глагол think означает размышлять над разными вариантами. Глагол smell. It smells good. Пахнет хорошо. This room smells. Let's open a window. У этой комнаты странный запах. Давай откроем окно. I smell something burning. Я чувствую, что-то горит. Здесь глагол smell означает иметь запах, чувствовать запах. She's smelling flowers. Она нюхает цветы. They're smelling new perfume. Они нюхают новый парфюм. Здесь глагол smell означает нюхать. Глагол taste. It tastes good. На вкус это хорошо. Здесь глагол taste означает иметь вкус. Это имеет хороший вкус. We are tasting a new dish. Мы пробуем новое блюдо. Здесь taste означает пробовать на вкус. Глагол see. Do you see the man over there? Видишь того мужчину там? I can see you. Don't try to hide. Я тебя вижу. Не пытайся спрятаться. Здесь глагол see имеет значение видеть. I'm seeing Kate tonight. We are having dinner together. Я встречаюсь с Кейт сегодня. Мы вместе ужинаем. They're seeing each other. Они встречаются. Здесь глагол see означает встречаться. А вот глаголы look и feel можно использовать и в present simple, и в present continuous без разницы в значениях. То есть, можно сказать You look well today. Или You're looking well today. Ты выглядишь хорошо сегодня. How do you feel now? Или How are you feeling now? Как ты сейчас себя чувствуешь? Оба варианта будут верными. Но, если в предложении есть наречия частотности, такие как usually, often, sometimes, always, которые мы используем с present simple, то глаголы look и feel нужно будет поставить в present simple. Я обычно чувствую себя уставшим по утрам. Но это как раз вполне логично, ведь мы описываем ситуацию, которая повторяется с какой-то регулярностью, а не происходит в данную минуту. И последний момент, который мы обсудим, это то, что present continuous может использоваться для выражения наших планов на будущее. Если мы что-то запланировали, организовали и точно знаем, когда это случится, мы говорим Я отправляюсь в отпуск на следующей неделе. Мы встречаемся завтра. Я иду к врачу в следующий понедельник. Когда ты начинаешь свою новую работу. Я завтра не работаю, поэтому мы можем куда-нибудь сходить. Они женятся в следующем месяце. Вот такие отличия. В следующий раз мы разберем past simple, простое прошедшее время, и past continuous, прошедшее длительное время. Не пропустите. На сегодня это все. Хорошего вам дня и до встречи.